Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раимбеков. По официальным данным Министерства здравоохранения Республики, к этому часу в стране зарегистрировано уже 448 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Больше всего болеющих в Нур-Султане – 199 человек, в Алматы – 91. Из регионов статистика стремительно растет в Казлардинской области. Там на сегодня зарегистрировано уже 26 инфицированных. Все они получают лечение в больницах. На сегодня выздоровели 29 казахстанцев. Продолжаем выпуск. Мы вместе. Волонтеры области продолжают радовать многодетных и малообеспеченных семей продуктовыми корзинами. Сейчас в Талткургане добровольцами региона идет обход домов, где раздают продукты нуждающимся. На месте события находится мой коллега Азад Жумаханов. Азад, приветствую. Тебе слово. Добрый день, Елеман. Сейчас мы находимся на улице Алема областного центра. Сегодня сотрудники Центра обслуживания молодежи и волонтеры ЖТСУского государственного университета имени Ильяса Жан Цугурова решили помочь одной из семей Талткургана. Семья малоимущая. Как видите, сейчас волонтеры разгружают продукты. Давайте же пройдем за ними. Вот вы сейчас видите, что продукты доставляют до двери. Это исключает прямой контакт в столь сложный период для страны, когда коронавирус. Это необходимо, говорят волонтеры. Давайте же пройдем. Вот. Доставка до двери идет. Здравствуйте. Пожалуйста, расскажите, как вы оцениваете этот поступок волонтеров. Хочу сказать большое спасибо нашим волонтерам. Для нас это большая помощь. Продукты дома уже заканчивались, а теперь у нас есть запас почти на месяц. Мы с детьми так рады. Дай Аллах вам мира, милости и благословения Всевышнего. Сейчас рядом со мной находится волонтер ЖТСУского государственного университета Айбек. Айбек, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вас подтолкнуло на такой шаг. Здравствуйте. Я считаю, что это мой гражданский долг, столь сложный период для страны. Мы должны объединиться и показать сплоченное единство нашего народа. Воспользовавшись случаем, хочу признать всех нерадушных граждан присоединиться к акции «Добра» и делать этот мир добрее. Спасибо большое, Айбек. У меня на этом все. Елеман, тебе слово. Спасибо, Азат. И в продолжение темы. Помощь волонтеры оказывают и в доставке медпрепаратов. Казахстанцам старше 65 лет ограничили передвижение на улицах. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача страны. Оно предусматривает обеспечение доставки продовольствия и медикаментов на дом. Куда обращаться за помощью и что делать гражданам, попадающим под ограничительные меры, расскажет Алексей Цой. Заурея Сабаева – пенсионерка. Ей 68 лет. Супругам вдвоем живут в Талтокургане. Ограничительные меры женщина понимает. Говорит, так государство заботится о гражданах. Но выход из ситуации искать как-то надо. Необходимо закупить продукты питания и медикаменты. На помощь пенсионерам пришли волонтеры. Мы, пользуясь помощью волонтеров нашего жицу Жастары, хотели поблагодарить с мужем, что есть такая молодежь. И они нам помогают. Мы, конечно, попользовались тем случаем, что имеем возможность, но не могли выйти на улицу. Помогли в этот день волонтеры областного центра и Любовь Апсакалове. Женщина – пенсионер с инвалидностью. Уже как пять лет передвигается на коляске. Проживает в областном центре вместе с несовершеннолетним внуком. К слову, без сопровождения взрослых детям также запретили находиться на улице. Сходить в семье просто в магазин – еще та беда. Аптека и вовсе далеко от дома. Я позвонила, меня записали, и ребята сегодня привезли. Спасибо большое, кто этим занимается. Старикам помогают, бедным. Это огромный низкий поклон. Обратиться за помощью могут люди с инвалидностью, пенсионеры и других социально уязвимых категорий. Достаточно лишь позвонить во фронт-офис волонтерского движения по номеру 404-404. К слову, схема получения продуктов и медикаментов максимально прозрачная. В постановлении есть людям за 65 лет, нежелательно выходить. И то есть эти люди звонят нам в колл-центр 404-404, оставляют свою заявку и, получается, скидывают свои средства на Каспи Голд. Мы по их списку закупаем продукты, закупаем медикаменты и бесплатно делаем доставку с помощью автоволонтера. Люди, которые находятся на заслуженном отпуске, то есть на пенсии, могут скидывать свои удостоверения нам на WhatsApp и, получается, мы с помощью этих удостоверяющих документов можем по 10-процентной скидке взять. Получить медикаментозные средства также могут граждане, состоящие на диспансерном учете. На сегодняшний день в связи с внедрением чрезвычайного положения в Республике Казахстан в нашей поликлинике проводятся все мероприятия, чтобы пациентам старше 65 лет обеспечились лекарства с доставкой на дом. Диспансерные больные, которые состоят на диспансерном учете, значит, им выписываются лекарственные препараты, и средними медицинскими работниками, социальными работниками лекарственные средства доставляются на дом. Лекарственные препараты в зависимости от нозологии, в зависимости от того, с каким заболеванием пациент состоит на диспансерном учете, выписываются максимальным сроком на 3 месяца. Алексей Цой, Габид Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. Несколькими днями ранее за аналогичное преступление была задержана женщина. По обоим фактам ведется досудебное разбирательство. В управление города Алдукруган обратилась гражданка, которая просит принять меры в отношении парня по имени Алмаз, который обманным путем под предлогом предоставления товаров завладел денежными средствами. В ходе проведения оперативно-ростных мероприятий был задержан 40-летний мужчина, уроженец Актюбинской области, который дал признательные показания по данному факту. В ходе следственных действий было установлено, что данный гражданин был причастен к аналогичным преступлениям по городу Алдукруган и привлекался к уголовной ответственности по статье 190 Уголовного кодуса Республики Астан, то есть мошенничество. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова